МОСКВА В музее широко освещаются открытия российских ученых в области медицины. Экспонаты раскрывают научные и нравственные кредо профессоров, преподавателей первого меда. Дают возможность показать их эрудицию, широкий спектр научных, практических, образовательных и общественных интересов. Что такое музей? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо представить, что их нет. Представьте, что все музеи закрыты. Что будет с нами? Кто мы? Мы потеряем свою национальную идентичность, гражданскую идентичность. Здесь, в нашем музее истории медицины, часто бывают студенты, и именно в этом пространстве они начинают понимать, кто они. Они видят примеры из прошлого, которые им хочется повторять, им хочется соответствовать тем выдающимся ученым, которые у нас работали. Физиологический институт. Здесь работал Иван Михайлович Сеченов. В его мемориальном кабинете собраны личные вещи. Сеченов был страстным меломаном. Под этими сводами из фонографа часто звучала итальянская музыка. Институт был наполнен оборудованием для исследований по последнему слову техники. Этот аргограф Сеченов сконструировал сам и использовал во время проведения опытов по изучению утомляемости человека. С его помощью Сеченов научно обосновал необходимость восьмичасового рабочего дня. Иван Михайлович, как ученый-физиолог, первым поставил задачу – научно изучить физиологический процесс алкогольного опьянения. Он активно поддерживал право женщин на высшее образование. Его ученица, а позже жена Мария Бокова, стала одной из первых в России женщин-врачей. На территории клинического городка сохранилось строение – объект деревянного зодчества XIX века. В таких домах жила профессура медфака Императорского университета. Это строение стало еще одной площадкой Музея истории медицины Первого Меда. По замыслу сотрудников музея здесь будут воссозданы атмосфера, образы и дух великих основателей российской медицины. В настоящее время сотрудники музея заканчивают кропотливую работу по созданию выставки «Склифосовский. Родеть за благо России». Музейные работники изучили огромное количество документов, книг, фотографий, хранящихся в фондах. Были подобраны предметы, которые имеют отношение к учебе Склифосовского на медфаке, его деятельности в качестве военврача, а затем декана медицинского факультета. К работе над выставкой подключились специалисты компании «НеоэкспоАрт» под руководством члена Союза архитекторов России и Международного художественного фонда Андрея Рейнера. Через точку интереса, через интригу мы только и сможем донести какую-то мысль, которую представляет сам музей. Он вдохновлен идеей создать, в данном случае, выставку о Николае Васильевиче Склифосовском. И мы только помогаем, мы создаем мелодию на эту тему. В настоящее время в университете идет обсуждение по созданию скульптурной композиции «Профессор и студенты» как символа передачи знаний. У России есть славная история, а стало быть, есть и примеры для подражания. Собрание Музея истории и медицины насчитывает более 80 тысяч единиц хранения, и фонды постоянно пополняются. В постоянной экспозиции представлено около 20 тысяч экспонатов, которые освещают жизнь и деятельность выдающихся врачей Отечества. Николая Пирогова, Федора Иноземцева, Григория Захарьина, Нила Филатова и многих других. Можно увидеть научные труды и личные вещи гистолога Бабухина, гинеколога Снегирева, терапевта Остроумова, невролога Кожевникова, гигиениста Эрисмана. Историю болезни крестьянки Анны Яковлевой, заполненную студентом медфака, будущим великим русским писателем Антоном Палчем Чеховым. Эти экспонаты рассказывают не только об истории нашего вуза, но и об истории отечественной медицины в целом. Наш музей – это не статичный организм. У нас большие коллекции, но мы постоянно ведем работу по их пополнению. Сейчас мы комплектуем то, что рассказывает о сегодняшнем дне. Когда-то ведь это тоже станет историей. Новая экспозиция музея – мемориальный кабинет профессора Шервинского, основоположника российской эндокринологии. В амбулатории имени Алексеевой профессор Шервинский был первым директором. Его пациентами были Тургенев, Горький, Маяковский. В экспозиции карандашный портрет Боткина, выполненный великим русским художником Петром Кончаловским. Надпись на обороте гласит Шервинскому от первых экстернов факультетской терапевтической клиники. 1 января 1900 года. Редкие фотографии и документы рассказывают о жизни медицинского факультета университета в первые годы советской власти. Отражена деятельность первого народного комиссара здравоохранения РСФСР Николая Семашко, внедрявшего принципы профилактической медицины. Подлинные плакаты и брошюры 20-30-х годов 20-го века знакомят с санитарно-просветительской деятельностью. На стендах экспозиции этапы становления первого ММИ в 1930-х годах как самостоятельного вуза. Представлены научные труды, личные вещи, фотографии и документы известных профессоров и преподавателей первой половины 20-го века. Ганнушкина, Тареева, Абрикосова, Рахманова, Карузина и других. В 1890 году профессор медицинского факультета Императорского Московского университета Кожевников в здании клиники нервных болезней открыл неврологический музей. К сожалению, в своем первоначальном виде музей не сохранился. Тем не менее, часть уникальных артефактов удалось сберечь и представить в экспозиции. Теперь это музей клиники нервных болезней имени Кожевникова. Особый интерес представляют экспонаты, связанные с жизнью и деятельностью выдающихся отечественных неврологов. Труды, фотографии и личные вещи Рассалима, Сеппа, Гращенкова, Михеева, Вейна, сотрудников и пациентов клиники. Истории болезней и карточки учета больных разных лет. Жемчужины музея – уникальная коллекция медицинских инструментов 18-20 веков. Она насчитывает более 2000 предметов. Это уникальная коллекция, но мало кто знает о том, что эти инструменты произведены у нас в России. Такими фирмами, как Разумов, Трындин, Швабе. У нас были огромные фабрики, заводы. Большинство инструментов и приборов были сконструированы нашими профессорами. И мы не только полностью обеспечивали нашу страну этими инструментами, но делали поставки за рубеж. Собрание музея – это и богатейшая коллекция книг, раритетные издания. Первое иллюстрированное учебное пособие по анатомии о строении человеческого тела Бартоломея Евстахи 18 века. Анатомический атлас Вязалия 1543 года являются объектами научно-исследовательской работы сотрудников музея. Составляются описания книг для включения их в авторитетные международные каталоги. Гордостью музея является коллекция альбомов выпускников медицинского факультета университета, а затем первого меда. Сотрудники музея с благодарностью принимают новые поступления. Постоянно проводится фондовая работа, целью которой является дальнейшее широкое использование музейного собрания. Именно для этого выявляются и отбираются памятники. Производится их первичная атрибуция – документирование результатов исследования. С 1930 года в этом здании располагался ректорат 1-го Московского медицинского института. А в 2004 году ученый совет 1-го меда принял решение о полной передаче здания Музею истории медицины. Благодаря инициативе ректора нашего университета мы очень активно развиваемся. За последние 5 лет были открыты 5 постоянных экспозиций, 2 филиала, мы участвовали более чем в 30 выставках и по-настоящему превратились в музейный комплекс университета. Особое место в Музее истории медицины 1-го меда занимает новая экспозиция – «Воины в белых халатах», посвященная 70-летию Победы. Впервые музей применил новейшие мультимедийные технологии с использованием интерактивных элементов. Они вносят в восприятие истории медицины военных лет яркую эмоциональную окраску. В экспозиции представлены редкие кадры кинохроники, материалы из личных фондов корифеев советской медицины – Бурденко, Василенко, Еландского, Лебеденко, Кованого и других. Еще одна новая экспозиция – «Мемориальный кабинет профессора хирургии Надежды Троян». В 1943 году молодой партизанке присвоили звание Героя Советского Союза, а в 2013-м на фасаде музея установили мемориальную доску. История нашей медицины, она отражена здесь, в нашем институте, и прежде всего в нашем музее. Поэтому музей наш сам по себе, музей Первого медицинского университета, он тоже уникален. Потому что вот глядя на историю развития медицины, которую мы показываем в музее нашим студентам, мы видим, что связь времен не прерывается. И они должны помнить, что, в общем-то, они стоят на плечах великих людей, вот тех, которые были перед ними, которые создали нашу удивительную, уникальную отечественную российскую медицину. Музей Первого меда вышел за рамки узкой внутриведомственной специализации, поднялся на новый уровень и приобрел особое культурное значение. Многолетняя, богатая на яркие события и громкие имена «История» первого МГМУ имени Сеченова, собранные более чем за 255 лет коллекции, позволяют представить историю возникновения и развития большинства отечественных научных медицинских школ, становления медицинского образования в России, развития медицины как отрасли отечественной науки, работу выдающихся ученых и врачей-клиницистов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Продолжение следует...